Что же такое нумерология? Я уже немного сказала, на отличие в понятии цифрологии и нумерологии. То есть если мы посмотрим на само определение нумерологии, есть здесь два определения внутри. Нумер, число, логос, учение. Это учение о числах. Цифры же это отображение чисел, то есть это форма написания. Поэтому изучать можно только числа. Цифры невозможно изучить. Это просто инструмент отображения. Это сразу вы должны понимать. И фактически нумерология это простые такие арифметические расчеты, основанные на дате рождения и на фамилии, имя, отчество. Нумерология использует два параметра. Запомните это, потому что об этом не всегда говорят. И даже если вы выберете путь самоизучения, то есть самопознание нумерологии, самостоятельный путь, то вы должны понимать, что нумерология оперирует двумя параметрами. Это дата рождения и фио. Если вы не будете использовать фамилии, имя, отчество, у вас не будет индивидуального анализа в том числе по этой причине. И это ключевое еще отличие от всех остальных наук. То есть если взять китайскую метафизику, она тоже изучает, исследует дату рождения и время рождения и место рождения, учитывает, но не учитывает фио. Соответственно, люди, рожденные в один и тот же день, тут под вопросом с близнецами, тоже очень много моментов у китайской метафизики возникает. А та же самая история с астрологией. То есть люди, рожденные, например, в больших городах, что делать? Например, я родилась в городе Харькове, одновременно со мной в один и тот же день в соседнем родзале родился, например, ребенок, девочка или мальчик. Или одновременно в одном и том же месте, в одно и то же время рождаются дети. И, соответственно, астрологии тоже я могу задавать вопрос, а как вы будете видеть разницу? Например, я еще до сих пор не слышала от астрологов внятного объяснения, как они будут их различать и давать индивидуальные трактовки. В нумерологии же это решает и закрывает фамилии, имя, отчество. И очень часто астрологи бросают нам камень в огород, что типа, ой, нумерология, взяли дату, не учитывают время рождения, что она может? Она как раз может все и как раз именно видеть вот эти разницы. А поэтому вы должны сразу запомнить вот эту фундаментальную вещь, что нумерология использует дату рождения и фамилии, имя, отчество. И вы должны к этому стремиться, то есть иметь эти инструменты. Нумерология сама по себе это инструмент, если это не волшебная таблетка, я, может быть, кого-то разочарую. Нумерология – это инструмент, который определяет, с помощью него можно определить возможности для выбора лучшего решения в определенной точке вашей жизни, либо в определенном событийном ряду, то есть в каком-то дне, месяце или году. То есть еще раз, давайте сфокусируемся. Нумерология – это инструмент определения возможностей для выбора лучшего решения. Из этого вытекает следующая мысль, что нумерология ничего общего не имеет с гаданием, от слова «совсем», потому что гадание – это констатация факта, нумерология же показывает варианты. И каждый из нас с вами, получая эту информацию, правит делать выбор, как ее использовать. Вы можете ее использовать, можете не использовать. Это ваш выбор, это ваша ответственность за изменения, которые возможны, либо их отсутствие. Да, Константин, в отличие от астрологии, время не нужно. Для нумерологии не нужно знать ни время рождения, ни место рождения. Это закрывает фамилии, имя, отчество. Объясню очень просто. Благодарю за вопрос. Уточню здесь для всех. Как нумерология это решает? Фамилия, имя, отчество. Если я родилась в Советском Союзе, и мне выдали свидетельство о рождении на русском языке, то на момент выдачи документов действует определенный алфавит. К примеру, русский алфавит менялся несколько раз. Точно так же, как украинский алфавит менялся несколько раз. С 91-го года один, после 91-го другой. То есть, если бы у меня было свидетельство на украинском языке, а мои дети, рожденные в 2000-х годах, у них уже другой алфавит, другие расчеты будут. И, соответственно, алфавит отображает время рождения человека и место рождения. То есть, ФИО как раз и закрывает это. И фамилию, имя, отчество мы знаем всегда. То есть, там, или фамилию, имя. В зависимости от того, где родился человек и когда. И используем тот алфавит, который работал. То есть, в нумерологии с этим вопросом проще. То есть, не нужны никакие ректификации и так далее. И все равно будет индивидуальный анализ на самом деле. Потому что, даже если это близнецы или двойняшки, то есть, детки, рожденные друг за дружкой. Например, в китайской метафизике это не решается практически никак. Они там двухчасовками играются, но это очень неточно. У нас же, у нумеролога все по полочкам. Да, это фамилия одна. Да, это отчество одно. Но имя будет разное. И, соответственно, расчеты будут разные. Соответственно, реализация будет разная. В один и тот же день рожденный весь путь будет прожить по-разному. Потому что внутренняя структура будет работать по-разному. Вот такая фишка нумерологии. За что я ее очень люблю. И она на самом деле по этой причине и работает. Если вы используете дату рождения и фамилию, имя, отчество. Мы сейчас будем очень подробно говорить про дату. Смотрите, сейчас я расскажу про нумерологию именно как систему. Это мое видение, которое сложилось этим 12-летним опытом. Такой синтез, который вы сейчас можете прямо взять вот так сходу. И, возможно, для новичков сейчас будет казаться, что что-то сложно, непонятно и так далее. Здесь чистой воды логика. То есть, смотрите, если мы возьмем нумерологию как науку, конечно же, в ней есть очень много разных направлений, школ, методик, методов, инструментов. И вот мы посмотрим на все это обилие. Там есть, например, пифагорейская нумерология, индийская, китайская, американская школа, западная, восточная нумерология. Ведическое море всего. Вот мы на это все сверху глянем с вами. То фактически мы можем разделить все эти инструменты, методы и методики исследования даты рождения и событий на направления. То есть, есть методики, которые будут изучать только внутреннее. Есть методики, которые изучают только внешнее. И есть методики, которые заточены на то, чтобы определять, как уже это внешнее влияет на внутреннее. И если мы сейчас только с позиции сверху смотрим, то три шага к нумерологии как системе, они выглядят следующим образом. Вы сначала изучаете внутреннее. Согласитесь, это логично. То есть, не понимая, как устроено внутри, невозможно будет увидеть ни влияние внешнего на внутреннее, ни само внешнее определять, если не видишь саму внутрянку. Второй шаг – это изучать внешнее, то есть брать эти методы. И третий шаг – это уже определять влияние внешнего на внутреннее. О чем я говорю более подробно. Методики, которые относятся к тем, что изучают внутреннее, они также делятся на те, которые будут изучать человека внутри и которые изучают время внутри. Что такое человек внутри с точки зрения нумерологии? Это наше внутреннее устройство, то есть наша внутренняя структура. Это исследование человека на уровне сознания, сознания, на уровне структуры я, его сильные и слабые стороны. Время внутри в нумерологии – это наш жизненный сценарий. То есть у нас у каждого с вами есть дата рождения. И датой заложен определенный путь с бонусами, препятствиями, с ключевым опытом, который каждый из нас будет проживать в каком-то качестве. То есть это все, что мы называем условно судьбой. Это время внутри. Методики есть конкретно, которые заточены под это изучение, исследование. Методики, которые изучают внешнее, точно так же будут делиться на те, которые изучают человека и время. Только это человек вовне и человек во времени уже. То есть вот есть я, у меня есть внутреннее устройство, и у меня есть как внутренний свой жизненный сценарий. Человек вовне – это я уже со своим внутренним устройством проявляюсь вовне. В коммуникации, в контакте с внешней, то есть социальными какими-то системами, вообще с любыми системами. Это контакт, взаимодействие с окружением. Человек во времени – это методики, которые будут показывать нам, как мой жизненный сценарий, я буду проживать, будучи в системе. Потому что мы с вами социальные существа, то есть мы всегда в контакте с кем-то или с чем-то. И условно есть методики, которые нам показывают, как наш жизненный сценарий, то есть наш план жизни будет реализовываться, с какими препятствиями мы столкнемся в своей жизни. И это будет внешнее влияние, а не внутреннее. То есть это отдельный пласт методик. И третий блок – это влияние внешнего на внутреннее. Есть методики, которые непосредственно в нумерологии показывают карму. Сегодня вспомнилось, сидели, слушали, не слушали, какая-то реклама шла, и муж удивился, говорит, есть кармологи. Я говорю, ну да. То есть карма, да, что такое карма в нумерологии? Карма в нумерологии – это причинно-следственный опыт. То есть кармолог, он изучает карму. Фактически нумеролог тоже может это делать и делает очень успешно. То есть есть методики, которые нам будут показывать, за каким ключевым опытом мы пришли в личностном развитии, за каким опытом мы пришли непосредственно в социальной жизни, в семье, с партнерами, в деловых отношениях, в контексте денег, то есть в восьми ключевых сферах. То есть в сфере денег, зарабатывания, в сфере работы, в сфере реализации своего таланта, самоценности и так далее. И есть более высшего порядка карма, которую тоже в нумерологии видит. Это задача такого более на системном уровне. Это задача духа или задача души, можно как угодно это обозначать. То есть это тот глобальный опыт, который нам здесь необходим, он системного уровня. Это в нумерологии также есть. И второе направление – это динамика состояний. То есть дата рождения, она сама по себе показывает статику, то есть наше внутреннее устройство, наш костяк, фундамент, скелет, как мы выглядим, из чего мы состоим, и как мы будем проявляться, это внутреннее и внешнее. Динамика состояния – это уже изменение наших состояний на уровне мышления разума, на уровне чувств, эмоций, на уровне тела и действий относительно календарного времени, которое наступает. То есть условно сегодня у нас 2021 год, и у каждого он начнется в свое время, и по-разному будет на нас с вами влиять и на состояние, и на эмоциональное состояние, и на наши действия, и на наше тело, и на наши мозги, мышление и так далее. То есть вот так выглядит система, и, собственно, три шага в изучении нумерологии как системы, они выглядят следующим образом, как вы сейчас видите на слайде, то есть сначала нужно изучить человека внутри, и, собственно, у вас будет, я напоминаю, подарок у всех, и вы имеете эту возможность получить PDF-файл, где будет список литературы, тот необходимый для того, чтобы как раз начать изучать человека внутри. Там нужно переходить к изучению человека вовне, то же самое проделать со временем, время внутри человек во времени, после этого вы будете видеть динамику состояния, уже сможете корректно анализировать, и третий шаг – это будет исследование кармы. И мы дошли с вами до такого вопроса, как я говорю, провокационного всегда, этот вопрос всегда задают клиенты, особенно если они с вами не знакомы, и спрашивают про гарантии нумерологии. И я тут хочу сказать следующее, что если у вас нумерология именно работает как системный инструмент, то есть вы умеете анализировать и человека внутри, и вне, и умеете анализировать время внутреннее и внешнее, и также видите динамику состояния, и видите ключевой опыт, то это 80% гарантированно, на которые можно опираться именно на расчет по дате и исследование ФИО. 10% – это ваши решения, то есть я напоминаю, что нумерология – это не волшебная таблетка, это очень крутой, крутейший инструмент для того, чтобы привносить изменения в своей жизни, но это исключительно ваше решение, то есть только вы выбираете, как вы будете использовать эту информацию, это знание. И 10% – это вы в системе, то есть так или иначе мы с человеческого плана, с человеческого уровня, не можем рассчитать на 100% все, потому что есть более масштабные уровни, то есть системы, матрицы, Вселенная, Бог, информационное поле – это кто как это воспринимает, от этого не меняется, то есть ни одна система 100% конечно же не даст никогда, потому что мы просто ограничены своим сознанием. Вот такие гарантии нумерологии. Продолжение следует...